Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елена Иванова. Нанотехнологии сегодня являются определяющим условием развития всех остальных технологий. И в первую очередь это касается электронной сферы, где самым перспективным решением становятся наночипы. Уменьшение размеров транзисторов позволяет либо увеличить скорость чипа, либо снизить его размер при той же скорости. В связи с этим ученые решили задаться вопросом, а что будет, если имплантировать микрочип в клетку? Такой эксперимент поставили испанские ученые. Они успешно имплантировали крошечные трехмикронные чипы прямо внутрь живой человеческой клетки. Результаты показали, что сегодня данную процедуру переживает 90% клеток. Такие чипы в будущем могут стать медицинскими датчиками, контролирующими внутриклеточную деятельность, могут осуществлять ввод лекарственных препаратов и даже восстановить структуру поврежденных или больных клеток. С помощью этой технологии станет возможным размещение микропроцессоров внутри живых организмов, что может привести к новым достижениям в области медицины и биологических вычислительных систем. Немецкие исследователи из Берлинского университета искусств создали камеру под названием «Искусственная улыбка», на снимках которой люди всегда улыбаются, вне зависимости от того, каким было выражение их лиц в момент съемки. Таким образом, в отличие от обычных камер с функцией автоматической ретуши, «Искусственная улыбка» меняет сам контекст снимка. Для обработки фотографий используется база данных со снимками улыбающихся людей. Подобрав похожую, камера адаптирует ее к сделанному кадру. Создатели камеры не уточняют, насколько корректно срабатывает устройство. Корпус камеры «Искусственная улыбка» изготовлен из полированного металла. Другие технические характеристики устройства неизвестны. Также неизвестно, поступит ли эта камера в продажу и сколько в этом случае она будет стоить. О других новинках далее. Французская компания «Цельсиус» создала удивительный механический мобильный телефон. Собственно, никакие подробности насчет принципа его работы не разглашаются, во всяком случае, до официального релиза. Зато его сногсшибательная цена известна уже сейчас и составляет порядка 300 тысяч долларов. Чтобы владелец всегда помнил, за что он заплатил такие деньги, корпус устройства сделан прозрачным. Внутри отчетливо виден механизм, приходящее движение, когда раскладушка открывается и закрывается. Большинство из примерно 550 компонентов системы обработано вручную. Что ж, будем надеяться, что тайна вскоре откроется. Если вы думаете, что сетчатка глаза и отпечатки пальцев — это все, что отличает вас от окружающих, вы заблуждаетесь. У человека много органов, и все они уникальны. Вот, например, новая система, разработанная инженерами университета города БАД Великобритании, умеет узнавать человека по его носу. Система основана на фотографическом алгоритме PhotoFace, который, в свою очередь, разработали ученые университета Западной Англии и Имперского колледжа. Упростив данный алгоритм и оптимизировав его для решения конкретной задачи, можно получить действительно эффективный инструмент аутентификации. Здесь нет того унизительного чувства, которое вызывает сканер отпечатков пальцев, и нет таких сомнительных ассоциаций при взгляде в сканер сетчатки. Вот только возникает один вопрос. Узнает ли эта система человека, если тот сделал себе ринопластику — операцию по изменению формы носа? Вы смотрели новости из мира высоких технологий. А это и другие выпуски программы смотрите на информационном медиапортале russhub.ru. Ну а я с вами прощаюсь и желаю удачи!